Продолжение следует... Обзор истории апологетики, нашего предмета. Я уже сказал вам, что эта история бесконечно велика, и если ею заниматься как следует, то здесь ни край, ни конца не будет. Только если попытаться касаться отдельных персоналей, то уже здесь мы, наверное, застряли на вечные времена. Но я помню, что мы с вами, рассматривая второй период, подошли к вопросу чрезвычайно актуальному. Речь идёт о возникновении на Западе, на Западе именно, того нового метода подхода к изучению богословия и, самое главное, отношения к религии и церкви, который возник там в связи с появлением всё большего количества школ. Сначала это при монастырях, потом очень многое сделал Карл Великий император, известный император. Вот. И затем эти школы стали плодиться, что называется, развиваться. И вот здесь вырабатывается, как мы видим, совершенно новый взгляд на богословие и на цель богословия. Помните, по-моему, мы с вами говорили о том, что в дохристианскую эпоху кто назывался богословами? Тот, кто писал о богах. И чем больше он писал, чем интереснее он писал, чем лучше у него была фантазия и острее работала мысль, подчас даже очень глубокая, я вам скажу, мысль, да, тем более великим он был теологом. Христианство, возникнув, совершенно изменило направление человеческой мысли, если хотите, и самой цели богословия. Кратко оно было выражено в Евангелии, и затем это повторяли в различных контекстах святые отцы. В Евангелии просто сказано – блаженно чистые сердца, ибо они Бога узрят. И цель богословия – богословие, то есть боговедение, то есть богознание. Вы понимаете, слово «логос» имеет огромное количество значений, и центральное значение – как раз не вот это неотвлечённое понятие, которое называется словом, а вполне конкретное – это богознание. Так вот, сам Господь сказал о том, что такое, каким образом достигается знание. Потом святые отцы неоднократно об этом говорили. Помните, Иоанн Лесичник, замечательное высказывание, когда он говорил «Совершенство чистоты есть начало богословия». Исаака Сирина, что душа познаёт истину по силе, жития, истину, то есть Бога. И это непрерывная мысль. Очищение души – оно даёт ведение Бога. И вот поэтому основной задачей богословия всегда было и остаётся – как очищается душа человека, что для этого нужно, что нужно знать. Задача богословия как теоретической науки заключается в изучении вот этого пути, пути очищения души человеческой. Если хотите, очищение, как глаз, знаете, от какой-нибудь там плёнки или засорения, или болезни, для того, чтобы ясно видеть окружающий мир. Вот какова христианская задача. Если хотите, даже не задача, а новое видение богословия открылось человеческому взору. И изначально так было. Вот посмотрите, особенно вот взлёт аскетической мысли, когда мы видим V век особенно, VI век, куда была устремлена вся энергия человеческой деятельности – на жизнь. Теперь мы поймём, как мы далеки от этого. Мы понимаем, как мы сейчас далеки, но я вам скажу, что вот этот коренной перелом, который произошёл в сознании людей, он совершился вот где-то, вот в это средневековье, где-то после, может быть, VI-VII века, и прежде всего на Западе, в силу очень многих причин. Кстати, одна из причин была переселение народов. Вы знаете, с какими это было сопряжено варварскими разрушениями, уничтожением людей. Но была и другая причина, конечно. Видимо, отчасти носящая чисто природный характер. Вы, наверное, обращали уже внимание, что у западного человека какое-то другое восприятие жизни. Оно и имело место. Сейчас оно очень ярко выражено, с такой силой, что уже даже слепой увидит. Прежде всего, дай нам благо на земле. Вот этот вот материализм, который как-то глубоко, особенно глубоко поражает человека, и прагматизм западного человека. Я в связи с этим хочу вам сказать, можете вам пригодиться. У человека два ума. Я так образно выражаюсь. Или, если хотите, можно иначе сказать. Наш человеческий ум, ум, имеет крестообразный образ. Одна из этих перекладин носит горизонтальный характер, заземлённый характер. Характер, характер, устремлённый, я бы сказал, на познание вот этого мира, вот этого описания этого мира, понимания его, этого мира как такового. Он носит этот ум, прагматический характер. Он очень подобен, а точнее, просто показывает, может быть, в гораздо более совершенной форме, ум животных. Поместите вы животное в новую местность и понаблюдайте за ним, как начинается активнейшая исследовательская деятельность, чего? Окружающей среды. И вот есть умы, у которых преобладает вот эта горизонтальная линия. Они очень хорошие практики, они хорошо изучают историю, они хорошо знают события, людей, обстоятельства, они хорошо могут мыслить о политике, экономике, искусстве. Вот этот горизонтальный, горизонтальный листский ум у них очень развит. Другая составляющая человеческого ума, и которая, собственно, если хотите, является преимущественно человеческой, которую можно бы назвать вертикальной линией. Здесь что мы видим? Тоже в каждом человеке присутствует, но тоже в очень разной степени. Так вот, вертикальнее это характеризуется тем, что человек задумывается о смысле своей деятельности, о смысле жизни. Есть о том, что такое истина, о Боге. Часто люди с ярко выраженной вот этой вертикалью в окружающем мире представляются, знаете, как какие-то, ну, еродивые, что ли, блаженные, которым говорят, простите, профессор, вы же пришли, у вас один ботинок черный, а другой – желтый. Он, да, ну, я сменю их. Приходит после перерыва, вы знаете, я пришёл домой, там тоже так же, только наоборот. Один – желтый, другой – черный. Что делать? Конечно, это может быть анекдот, но что-то очень подобное есть. Люди очень целеустремлённые, вы знаете ли, вот во что-то такое глубокое, они, как правило, плохие практики в этой жизни. Очень плохие. Часто неудачники. Но я вам скажу, что когда мы подходим к религии, подходим к оценке христианской жизни, то вот здесь мы особенно ярко убеждаемся вот в двух типах, я бы сказал, людей или умов. Одни исследуют вот это всё на свете – космологию, антропологию, панирологию, теологию – всё на свете. И часто проявляют такие знания, что, Боже мой, померять можно. И их совершенно не интересует при этом. Они просто даже не могут понять, когда вы скажете так, о Боге речь-то идёт не о том, какие свойства вы его опишете, а знание Бога-то в другом заключается. В обращении к себе, к своей душе, к своему сердцу. Они не понимают, какое это богословие. Вот два типа умов. У некоторых людей это выражено очень ярко. У каждого из нас эти две составляющие есть. А уже где является эта составляющая маленькой, а где большой – это вопрос другой. К чему я говорю? Вот западные люди в основном характеризуются вот этой горизонтальной составляющей. Посмотрите только сумму теологии Фомы Аквинского. Вы посмотрите, он в библиотеке, сходите. Вы ахнете. Что это такое? Каких там только нет исследований. Боже мой, какой это гигантский объём! Пишут, пишут и пишут. И без конца пишут. И всё, и всё говорят по поверхности, не касаясь самой сути христианства. Итак, мы с вами подошли к явлению, которое в истории осталось под названием схоластика. Чем она характеризуется? Во-первых, это с латинского слова – схолия, школа. Школа. Чем характеризуется? Попыткой уяснения христианства через следование жёсткому методу рационального расчленения знания по отдельным полочкам. Как у сороконожки. Вот, сорок ножек. И каждый исполняет свою функцию. Но можно описать её, эту каждую ножку в отдельности. Вот именно здесь мы видим в схоластике появление, я бы сказал, седмеричного числа наук. Три и четыре. Три веум и квадри веум. Квадри веум. Вот. Причём эти науки, вы посмотрели, что это такое? Это арифметика, это логика, это астрономия, это физика. Так? Один есть предмет, который назывался у них диалектика, его можно назвать и логикой, поскольку преимущественное внимание обращалось там на это. И вот в этом-то предмете, в этой диалектике отводилась определённая роль богословию. Ну, в школах чем занимались? Представляете? Совершенно светскими науками. Правда, всё это рассматривалось как создание Божие, как разум, как познание разума Божия и так далее. Но богословию, а тем более аскетике, аскетике вообще никакого внимания не отводилось. Схоластика чем характеризуется? Первый, значит, момент – это расчленение вот этого целостного знания, которое должен бы человек приобрести о Боге, о мире и о самом себе прежде всего. Так, расчленение по полочкам. Его недостаток, если хотите, хорошо уже прокомментировал Гёте в своём фаусте, когда писал, поскольку схоластика, всё как началась, так и продолжается. И до Второго пришествия так и будет. Когда он писал Гёте, «Иль вот, живой предмет, желая изучить, учёный прежде душу изгоняет, потом предмет на часть расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Можно омертвить всё на свете». Представьте, можете вы дать какому-нибудь человеку, интересующимся христианством, например, взять и наш учебник догматического богословия. Почитает и скажет, простите, что вы мне дали. Даже, простите, нравственного богословия. Наши вот эти школьные учебники дать кому-нибудь можно? Мы ищем что угодно, только не школьные учебники. Почему? Вот эта вот мёртвость метода, налагаемая на изучение богословия, расчленение по полочкам, и между этими полочками связи практически не усматривается. Жизни нет. Нет жизни, духовной жизни, в смысле изучения духовной жизни, принципов духовной жизни и так далее. Вот то, первое, чем характеризует схоластика. Второе, которое прямо связано с этим, но на что необходимо просто обратить внимание. Второе, схоластика, то есть школьное богословие, которым мы с вами занимаемся, забыла совершенно о цели, о главной цели этого изучения. Ну, вы, наверное, обратили внимание, вот для чего вы спросите, для чего мы это изучаем? Для чего мы знаем дагматику и прочие вещи? Скажем, ну как, надо знать. Нет, мы не спрашиваем, для чего это нужно знать? Для чего это нужно знать? То, другой или треть. Схоластика забыла о том, ради чего пришел и воплотился Бог. Такую элементарную вещь пропустили. Ведь мог бы Христос дать все, всю полноту знаний, все по полочкам расписать. Дать же, понимаете, все условия и возможности для развития науки, искусства, и культуры, и всего на свете. Ничего, даже внимания не обратил на это. Устремлен, концентрированно устремлен, не отвлекаясь никуда, только на одно – спасение человека. То есть, что значит спасение? Возрождение человека, исцеление человека, указание пути к этому исцелению. Все направлено на это. Ведь дошло до того, посмотришь, какую я фразу сказал, что вызывает до сих пор крайнее возмущение. Даже рабство не осудил, не нашел возможности. Даже это. Подумайте только, он, обладая всей силой, властью, ничего. Конечно, это совсем не означает, совсем не означает, что следовательно, мы не должны ничем заниматься. Это не означает. означает другое. Он указал ту цель, которую никогда нельзя терять, чем бы мы не занимались. Вот подметай пол. Нельзя сказать подметай пол для того, чтобы было чисто. И этим ограничиться. Ничего подобного. Не для этого подметаем мы пол, чтобы только было чисто. Не для того мы учимся, там, преподаем, что-то делаем, работаем и так далее. Совсем не для этого. Надо это понять. Тот, кто забыл о цели человеческой жизни, ради чего пришел Господь, ради чего устроена церковь, ради чего должно, должно и только должно заниматься богословие, тот впустую будет производить всю свою работу. все время цель одна ради исполнения воли Божьей. Мы исполняем волю Божью, а не свою, не начальника, не кого-нибудь. В этом, значит, воля Божья, когда я поставлен в эти условия и должен вот это делать. Ради Бога я делаю. Слышите? Не ради чистоты, не ради успеха, не ради прогресса, ради Бога я это делаю. Не в том смысле, что Богу это нужно, вы же понимаете, а в том смысле, в том смысле, что Бог, Бог хочет от нас чего? Спасения. И мы, исполняя, рассматривая всю нашу деятельность как исполнение воли Божьей, мы таким образом, таким образом следуем этому пути. Схоластика нанесла убийственный удар по богословию. Оно было разрушено в самом корне. Забыта основная цель спасения, домостроительства. Великолепнейший образ апостола. Мы занимаемся домостроительством, и мы не можем, и не должны, не должны, когда строим дом, покупать материалы нам не нужные или брать материалы столько, сколько нам не нужно. Правда же? Ну, наверное. Какой же особенный хозяин будет брать, да, гвоздей вместо десяти килограмм, тонну? Скажу, с ума сошел? С ума сошел, наверное. Мы что делаем? Вот пример, простой пример. История. Какова цель истории? Уж язычник, цицерон, и тот понимал, говорил, история – это наша лучшая учительница. Он понимал. Мы понимаем это или нет? Ради чего изучаем? Ради того, чтобы увидеть промыс Божий, увидеть, как действуют наши страсти, как, что осуществляет наше добро, как меняется ситуация в мире и в жизни каждого человека в зависимости от его духовной жизни. Вот что, постоянные истории же это показывают, в лицах, в событиях, постоянно это показывают. Подумайте только вот один простейший факт. Помните, когда император Фокка, я все время привожу этот случай, захватил власть, переворот совершил и жесточайшим образом уничтожал своих противников. Что творилось? Ужасы! И один монах молился, Господи, за что ты нам послал такое? За что? Причем, молился он так искренно, так искренно и со смирением, я вам скажу, что Бог под утро открыл ему, он услышал голос, голос поразительный, поразительный ответ, я вам скажу, который надо вот запомнить, запомните, пожалуйста. Я искал худшего, чем Фокку, худшего, но не нашел. А он молился, за что, Господи? На наш православный народ, на нашу православную империю, православные! Если по-человечески сказать, то Бог только, вы знаете, только бы улыбнулся православную. Ну-ка, покажите мне ваше православие, много ли его осталось? От того, что вы на себя наклеили, мы православные. Искал худшего, но не нашел. Показал, с одной стороны, свое милосердие, с другой стороны, показал, посмотри, в каком состоянии вы находитесь, в ужасном, а вы говорите, за что? Слепые! Схоластика полностью выбросила саму идею богословия, саму цель богословия, превратила ее в совершенно светскую науку. Произошла, если хотите, компьютеризация сознания. Компьютер – это закономерное следствие от всего, всего развития этого направления человеческой жизни. Внешнее, умовое, как говорит епископ Феофан. Вот, что произошло в школьном образовании. И это, естественно, дало себя знать со всей силой. Богословие расчленяется, как я вам сказал. Появляется миллион проблем. Их полно. Как и сейчас в богословии. Можно поставить сколько угодно проблем. Сколько угодно. Нет, чтобы верить, например, что в причине мы причащаемся самого Христа. И все. И точка. Нет. А как это понять? Что там происходит со святыми дарами? И начинается. Целых несколько концепций присуществления. Понимаете? Как это объяснить? Вот так, вот это. Меняется, превращается. Что там совершается? И начинается. Начинаются споры. Причем споры какие? Подчас превращающиеся во враждебность, в неприязнь. То есть поражается самое главное, что есть в человеке. Любовь. Из-за чего? Мало вам веры. А ну-ка, Господи, дай-ка мы посмотрим, откроем то, что ты не открыл. Мы видим, что это явление и присутствовало всегда. Уже Ириней Леонский писал, что злоба иритиков вынуждает нас заниматься такими вопросами, о которых удобнее было бы молчать. И лучше это было бы. Но вот это, он говорит, злоба иритиков. То есть, вот это вот любопытство, вот это забвение Бога начинается учение о двойственной истине именно здесь. Знаете, в чём состоит эта двойственная истина? Здесь именно появляется эта идея, которая заключается в том, что оказывается, утверждается, что божественные откровения и естественный разум они постигают одно и то же. если хотите, они даже взаимозаменимы. Через естественные усилия разума можно понять все божественные истины. Пишутся огромные тома о том, как можно понять вплоть до Троицы Бога через наш ум, через наше сознание, через изучение человека, природы и так далее. Вот это появление схоластики, конечно, это совершенно не случайное явление, сами понимаете, это было следствием обмерщения происходящего в недрах Западной Церкви. Обмерщение, когда сама духовная жизнь уходит на задворки и рационализм приобретает их лавенствующее положение. Но я хочу сказать, друзья, вам и о другом. Вот часто во всех учебниках, во всех исследованиях истории вот этого периода говорится только об этом. О схоластике, о том, что происходит с культурой, о появлении так называемого гуманизма, об эпохе затем возрождения, когда центром внимания становится не Бог, а человек, отсюда гуманизм, гомо-человек, гуманум, человеческое. Об этой перестройке, если хотите, всей нашей ориентации и сознания. Говорится о тех шедеврах по западным образцам в живописи, в архитектуре, в скульптуре, в поэзии, вообще в литературе и так далее. И практически совершенно не говорится о другой важнейшей стороне. Сторона – это духовная. Как выразилась вот эта вот духовная деградация в духовной жизни Западной Церкви, в данном случае католической. А если вы обратитесь, например, к творениям святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, они-то прежде всего обращали внимание на что? На то, что западная аскетика, западное подвижничество впадало в то, что на аскетическом языке именуется прелестью. Духовная жизнь пошла по пути прелести. Если мы обратимся, вот это было бы очень полезного, даже, может быть, кто-то из вас кандидатскую работу даже возьмёт, принципы духовной жизни католической церкви в период средневековья. Вот примерно такую тему. Так, вы знаете, это же та область, которая является самой существенной областью. Что мы здесь видим? Мы здесь, я скажу вам, видим вещи поразительные, серьёзнейшие, вещи, которые налагают отпечаток, я вам скажу, на всю последующую жизнь католической церкви. Что происходит? Я вам проиллюстрирую на ряде великих святых католической церкви. Просто специально проиллюстрирую это, что там происходит. Главное, почему это происходит? Мы видим угрожающий факт. Полное оставление святоотеческого наследия церкви, неразделённой, скажем так, то есть древней церкви, эпохи святых отцов. Полное оставление святоотеческого опыта. Причём, какое оставление? Очень любопытное и чрезвычайно важное для нашего настоящего момента. Я сколько раз бывал, когда в монастырях, там, католист, я спрашивал, ну, а как вот вы, святых отцов, там, добротолюбие и других? Да, 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 у нас есть. Ну, а руководствуйтесь своей жизнью, чем больше всего? Нет, ну, конечно же, это осуществили святых отцов в той форме, которая доступна нам. конечно, это Франциск, Оссийский прежде всего. И затем дальше называется целая плеяда вот этих великих отцов. Я забегаю вперёд, сейчас вам скажу. Вот где ужас! Никто не отрицает, вы слышите? Ни один вам католик никогда не скажет, что Антоний Великий нам не нужен или Исаак Сирин. Да-да-да! Полностью игнорируется их опыт. Пошли новые святые, которые живут только собственным опытом, абсолютно не знают святых отцов. Вот это один из самых славных, авторитетных, которым знает и вся Россия, и все Франциск, Оссийский, абсолютно же не знал никаких святых отцов. И, думаю, и знать не хотел. Он жил сам, он шёл собственным путём, и то, к чему он пришёл, это просто достойно слёз и сожалений. Он и не образованный был, и не удивительно, что он пришёл к этим вещам. И все вслед за ним, то же самое, о ком сейчас я вам проиллюстрирую некоторыми цитатами, так все они оказались, что? На собственном пути, абсолютно игнорируя, игнорируя учения святых отцов по вот этим важнейшим вопросам духовной жизни. Полностью игнорируя. Игнорируя или даже не желая и знать. Знаете, почему я об этом говорю? мы сейчас вступили точно в эту эпоху. Точно. Один к одному. Появляются, смотрим, один за другим авторитеты, как у нас, так и за границей, в других церквах, авторитеты, в которых вы часто не встретите ни одной мысли святоотеческой. где пропагандируется свой и свой только путь духовной жизни. И они принимаются за святых, за великих, за ком следует огромное число людей, чьи работы издаются бесчисленными, я бы сказал, тиражами и так далее. И повторяю ещё раз опять, самое главное, полное незнание или игнорирование древних отцов. Ведь основной вопрос, когда мы сталкиваемся с каким-то явлением духовной жизни, то мы что, сразу смотрим? Да, а как учат святые отцы? Правда же? Естественно. Например, как надо молиться? А как учат святые отцы? Мы вот всё время слышим, призываем молиться, молиться, молиться. Так, а как учат святые отцы молиться? У меня была недавно, недавно был такой разговор. я привожу вот это афонского старца Харалампия, который молодому человеку сразу дал огромнейшее правило. То есть, неправильно становиться с нами и молиться. Сразу 14,5 тысяч молитв Иисусова, причём не просто, а произносить молитву быстро-быстро, чтобы бес не успел проскочить между словами. Громко, отчётливо и быстро, как скоро молодой человек начинает произносить и написано. Его язычок, язык работал как моторчик. Не прошло и часа, как он 3600 молитв Иисусовых уже произнёс. То есть, в секунду молитвы Иисусова. Вопрос, почему? Может быть, так и хорошо? А почему? Что? Это хорошо или плохо вообще? Мы должны просто действительно оценить. Где критерий, по которым можем оценить? Есть два критерия. Один критерий протестантский, который в чём заключается? Ну, у каждого свой опыт. У каждого свой. Тебе так, а тебе и так. Православный критерий – как святые отцы смотрят правильно молиться. Нужно быстро-быстро или иначе? Как святые отцы. И держаться их, говорит православие, протестантизм и также католицизм, нечего смотреть. Вот у тебя взыгралась сладость и так далее, всё, значит, это уже Бог. То, что святые отцы называют прелесть, здесь называется Богом. Друзья мои, вот критерий, который постепенно уходит из нашей сейчас духовной жизни. Бездна литературы издаётся. Вот то, о чём я вам сказал, это афонский же старец Харалампий, наставник духов, наставник молитвы Иисусовой говорит быстро-быстро. Смотрим, что пишет Игнатий Вринчнинов. Ссылаясь на святых отцов, молитву Иисусу нужно произносить неспешно, неспешно, с полным вниманием, делая паузы между каждой молитвкой. Вы слышите? Сто молитв Иисусовых на полчаса примерно причём начиная со ста молит и обожди, наш ум ещё не способен сразу быстро, потом ещё делай, ещё, но не сразу, всё. Потом, если увидишь, что сто молит, ум привык твой, можешь сразу делать двести, но опять как? С полным вниманием, неспешностью и паузами. А здесь что нам предлагается? Быстро-быстро, как моторчик. Чему мы должны? Вот, весь сразу вопрос. Можно по-протестантски подойти? У каждого свой опыт. И у него действительно замечательный опыт этого молодого человека. Как только он произнёс эти 14,5 тысяч, он пришёл к старцу Хараламфия и сказал, что у него в гортане появилась сладость. И на языке сладость, во рту сладость. Реакция была старца? Он пришёл неописуемый восторг. Сын мой, а я могу за один вдох выдав сто, двести молитв Иисусов произнести. Всё. Давайте, покажи, старче, покажи, кто из святых отцов за тысячу лет, за две тысячи лет, кто из святых отцов рекомендовал такой способ? Кто? Из святых отцов? Нет. Индуистские мантры? Да. Язычество давно уже знает это. Вы хотите достичь сладости? Хотите изменить своё сознание? Нужно произносить вот эти мантры, в которых вы уже ничего не поймёте с огромной скоростью. И появится у вас и сладость, и особый свет, и переживание. Ужели непонятно, что бессмыслицу только можно с такой скоростью произносить? Друзья мои, я обращаю ваше внимание, и эти книги продаются в церковных магазинах. Когда я в одном из них сказал, ну, что же вы делаете? Мне ответ был, они хорошо расходятся. И я вспомнил, я вспомнил, как возникла реформация. Помните, как монах Тецель с лукошком ходил и говорит, как только монета зазвонит у меня в лукошке, так душа вашего покойника выскочит из чистилища. Ютер возмутился. Ну, правда, трудно не возмутиться. Оказывается, здесь хорошо идут. и второй был ответ тот же. А многие из братьев как раз рассматривают его как это положительный опыт. Я спросил, а почему? Почему? На каком основании судите? Опять вопрос. На каком основании? Правда же? Мы же с вами не знаем правду. Мы с вами такие успехи делаем, занимаемся так молитвой Иисуса, ничего не знаем. Поэтому нам остается за кого-то держаться. Какой из святых отцов так пишет, рекомендует? Никто. Зато напротив, да. Вот что случилось. Вот на примере нашей жизни мы можем понять, что произошло там, на Западе. точно то же самое. Пошли, появились вот эти новоявленные святые, которые стали быть, которых прославили, которых канонизировали, опыт которых, как очень, как очень увлекающий, знаете, как наркотик, опыт которых, да, привлек привлек людей, и многие ищущие даже, кажется, духовной жизни, пошли по этому пути. Вот страшно, что. Какой же это путь? Ну, спросите, Франциск Осинский, это XIII век, как раз наше время, которое мы изучаем, я говорю, XIII век. Каков его духовный путь? Чем он поразил современников? Поразил своей нищетой, отречением от богатства, слышите? Бедностью, которую он проповедовал всюду, полной нестяжательностью, скажите, что еще нужно? Пребывание в молитве. Вот сейчас вот появись у нас такой, который будет ходить в сандалиях зимой и летом, в плохом одеянии, откажется будет от всего, откажется, спасибо, пребывать только, кажется, в молитве, в храме, все. Что еще нужно? Как мы увлекаемся этой внешней стороной? То, что пишет апостол Павел, если я раздам все имение мое и отдам тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Скажет, а что вы, апостол цитируете, он любовь имел ко всему? Он ко всему имел любовь? К червям, голубям, к волкам, к цветам, ко всему имел любовь. Что вы, опять не подходит? Что же в нем худого вы находите? Я вам процитирую, может быть, мы с вами стоит разобраться, потому что, друзья мои, мы сейчас с вами, повторяю, стоим точно перед фактом подобных явлений. Вы должны знать, вы должны знать. Я вам приведу, вы дальше смотрите. Но я считаю своим долгом, чтобы вы знали это. Вот его молитва. Хорошая вещь молитвы. Хорошая? Да, какая? Вот только что я вам сказал о Харлампе. Вот его молитва. Перед как раз воздвижением, видите, как здорово-то, он молится Богу о двух милостях. Цитирую. Первое – это, чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – это, чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел ты, Сын Божий. Вот для людей, незнакомых совершенно с христианством, тут ничего даже и нет особенного. на самом деле все те, кто хоть немножко читал святых отцов, сразу поймёт, что такое, о каких милостях просит человек. Не об очищении от страстей, не прощении грехов, не о том, чтобы Бог показал ему, кто он есть на самом деле. Об этом речи нет. Он, пигмей, простите меня, как и все мы, пигмеи. Я молю Богу, чтобы пережить все те страдания, которые перенёс он. Пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, пережил. Боже мой, кем же я себя мню, если я считаю, что я могу это? И затем пережить ту неограниченную любовь, ту неограниченную любовь, в которой горел ты, Сын Божий. До какого же надо дойти? Я не знаю, простите меня, но, другого слова, не нахожу безумия, чтобы сравнять себя с самим Христом. Видите, что здесь? Верно. И это так и есть. И вся его жизнь характеризуется чем? Подражанием жизни Иисуса Христа. Какой жизни? Внешней. Он избирает также 12 учеников. Он посылает их также подопроповедовать. Он совершает также тайную вечерю. Вы себе представить не можете. Вот оно, понимаете, чем отличается подражание от уподобления. И в то же время мы видим странные вещи, которые там с ним происходят. После вот этой молитвы о двух милостях он вдруг видит Серафима, который поражает его огненными стрелами. И у него возникают стигматы. То есть кровоточащие раны на руках, на ногах и в правом боку. То есть вот те раны, которые, как известно, были у Христа. Эти незаживающие раны. Кстати, скажу вам, что в истории христианства это первый, впервые в истории христианства мы читаем об этих вещах. Ни у одного святого, хотя достигали, величайшего. Величайших состояний, величайшего. Никогда этого нигде не было. Это естественно, друзья мои, что не было. Почему? Потому что это явление неблагодатного характера, а это явление, которое великолепно, великолепно известно психиатрам. И я вам, кстати, зачитаю. Это известно в случае психиатрии. Пишет психиатр один. Определенный интерес представляет – уж это его суждение, но он так называет – представляет истерические стигмы, развивающиеся иногда у некоторых верующих, истощенных непрестанными молитвами аскетическим образом жизни. Под влиянием болезненного самовнушения у них может нарушаться кровообращение в тех участках тела, на которых сфокусировано их воображение. Подобное явление может вызвать и врач-психотерапевт с помощью гипноза. Видите, вся благодать. Местные воспалительные и сосудодвигательные расстройства при самовнушении больных истерическим неврозом могут возникать и в бодрствующем состоянии. Известно, что у религиозных экстатиков, живопереживающих в своем воображении казнь Христа, появлялись кровавые раны на руках, ногах, голове и так далее. Это явление какого? Нервно-психического характера. Ведь чем занимался он? Постоянным воображением в себе, представлением в себе страдающего Христа. Он хотел пережить те же страдания. Вот, только что молился. Те же. Он уже весь жил этим много лет. И, наконец, это свершилось. Чего раз повторяю вам, в истории церкви никогда не было подобных явлений. Зато, я вам скажу, просто некогда сейчас уже, что, оказывается, можно достичь этого, этого, когда человек с помощью напряжения психики, психического напряжения внимания может вызвать у себя вот рану. Ну, скажу вам, вот мне рассказывал священник, в начале 20 века они очень увлекались йогой и прочим всяким вещами, да, и вот достигли они, я бы сказал, один из них, по крайней мере, достиг очень высокой продвинутости в этом вопросе. Вот, однажды собрались вот так в аудитории, тихой, не мешающей, пять человек их примерно, и он им продемонстрировал силу своей мысли. Он положил руку, так, вот все сидят вокруг и сосредоточился. И вот через какое-то время они говорят, мы стали свидетелями, как началось покраснение сначала руки, потом это покраснение очень усилилось, и потом на наших глазах, говорит, к нашему буквально ужасу, мы видим, как начинает подниматься валдырь. И этот валдырь затем лопнул. Точно как от ожога. Это потом очень долго не заживала вот эта рана. Видимо, когда она изнутри, то здесь что-то особое что-то происходит. Очень долго не заживала. Скажите, сколько здесь благодати было? Какой здесь Бог действовал? Вот эти стихматические явления совершенно просто, однозначно и ясно описываются вот этим психиатрами. Человек, постоянно воображающий себе вот эти страдания Христа, переживающий, тем более желающий, чтобы сострадать Христу таким образом, может получить подобные вещи, если его психика соответствует этому. Недаром весь подвиг Франциска Осидского выражается одним словом латинским компасио, сострадание. Мы служим пассией, а Франциск занимался компасио, состраданием. Вот теперь и подумайте, подумайте, что это такое? Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Франциск всей своей жизнью что говорит? Я его люблю, вот, люблю, и я желаю сострадать ему так, как он страдал, чем телом, если хотите, и душой страдал. Вот, оказывается, как понял любовь. Друзья мои, я обращаю ваше внимание на это. Вот, как он понял любовь ко Христу. То есть, пережить эти страдания его, сострадать ему, как таковому. Вот, оказывается, в чем состоит любовь ко Христу. Почему об этом говорю я вам? Опять другой пример. Вот, опять книжка новая, прекрасно изданная. Порфирий, старец Порфирий Кавсо-Колевит, афонский старец. Черным по-белому прям учит. Есть два пути к Богу. Один путь, путь трудный, борьбы со страстями, дай кровь, прими дух. Другой путь, легкий, путь любви к Богу. Я иду им, я иду им. И вам советую то же самое. Дальше прям продолжает, что такое путь любви к Богу. Христу к Богу. Прям продолжает. Не боритесь с грехом, не боритесь со страдами, со страстями, не боритесь со скушениями, любите Христа. Вы знаете, что это современный старец, вся Греция лежит у его ног. Если вы поедете в Грецию и вздумаете что-нибудь сказать, вот так, как сейчас вот я говорю, вас, не знаю, с потрохами съедят. Не боритесь со злом, любите Христа. Его вопрос, кем был задан. Как вы относитесь к святым отцам? Обращаю ваше внимание. Ответ. Я очень люблю святых отцов. Только признаюсь вам по совести, я никогда их не читал. Вот он ключ. Вы слышите, друзья мои? Вот он ключ. Самость. Самость идет своим путем человек. Не интересуется, как, что святые отцы пишут об этом. Как нужно молиться? Что значит любить Бога? Что означает борьба со страстями? Что значит царство Божие нудится? И так далее. Никакого интереса. Никакого. вот Франциск, видите, возлюбил Бога. Он проповеди читает птицам. Проповеди, вы слышите? Почитайте его житие. Проповеди птицам, волку, горлицам, цветам, змеям. Проповеди читает. Благоговеет перед огнем. Загорел скелье, он отказался тушить. Нельзя гасить огонь. Камнями, перед камнями, перед червями найдет из листов, на котором написано хоть одна буква, он все, это драгоценно нельзя, потому что из этих букв мало ли что можно священные сложить. Вы только подумайте даже уже о самосознании человека. Скажу вам сразу, прелесть, прелесть, сильнейшим образом извращает само сознание человека. Многие сходят с ума на почве прелести им. И вы, наверное, встречались, когда скажете, с человеком невозможно разговаривать. Он фанатик, и все. Ненормальный человек. Да, прелесть сводит с ума. Вот так. Ну, не удивляйся, что вот такой Франциск. Он, вот смотрите, как он, что он говорит в конце жизни. «Я не сознаю за собой никакого прегрешения». Вы слышите? «Которого бы не искупил исповеди и покаяния». Вы подумайте только. «Я не сознаю за собой ни одного прегрешения». Помните, Сесой Великий, умоляя дать ему время на покаяние, ответил старцем, собравшимся около него, когда те сказали ему, «Тебе ли отче кается?» Знаешь, что он ответил? Цитирую вам. «По истине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». И это были сказаны слова истины. Потому что он видел, в каком состоянии находится наша человеческая природа, в каком состоянии находится он. только помощь Божия удерживает нас. Положил ли я хоть начало покаяния моего? Здорово контраст. Франциск, конечно, этого ничего не знал. Шел вот так. Увлекся этой внешней стороной. Бедность, да, и любовь ко всему на свете. Кстати, вот эта вот любовь сейчас, вот эта в области христианства, она начинает сводить людей с ума, действительно. На Западе вы ничего другого не встретите. Если вы поедете, вам только и будут показывать эти дома престарелых, детские, больницы и так далее. У них все внимание направлено вот на это. Когда вы скажете о духовной жизни, они пожмут просто плечами. О чем вы спрашиваете? Так это же и есть! Это же и есть! Что вы еще хотите? Вот какие вещи. Так, ну, хотите, еще вот вам примерчик приведу, пока есть время. Вот у нас книжка, это есть Откровение блаженной Анжелы. Кажется, тут то, что я вам сейчас зачитаю, вы сразу скажете. Тут нечего комментировать. Дух Святой ей говорит Анжеле, и она пишет об этом. Послушайте, что он ей говорит. «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». О! Она выше апостола уже. И сама Анжела пишет, «Вижу я во мраке Святую Троицу. И в самой Троице, которую я вижу во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее». Своё отношение к Иисусу Христу. «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть». Монахини вынуждены были ее хватать и из костелу уносить. Потому что все смущались. Она говорит, «Сладостная моя, любимая моя, что ты меня оставил? Я еще не насладилась с тобой». Это вопит на весь храм. Представьте, вот у нас за вопит. Что это такое будет? Говорит, что я вся, я могла, я всю себя вести внутрь Иисуса Христа. преподает. Преподает она к Богу Христа и пьет кровь Его. Кажется, все ясно. Ошибаетесь. Католическая церковь канонизировала ее. Это святая. Повторяю вам, скажите мне, кто ваши святые, и я скажу, какова ваша церковь. Это надо запомнить. Это святая, а не кто-нибудь. А вот Павел VI, он скончался в 1978 году, папа, возвел в достоинство учителя церкви Терезу Авильскую, жившую в 16 веке. Она тоже самое пошла в монастырь, тоже занималась молитвой, тоже беседами с Иисусом, и с некоторого времени он стал ей являться и постоянно разговаривал с ней. И, наконец, однажды он является к ней и говорит, этот Христос, в кавычках, с этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Ответ Терезы Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя. И падает вознеможение от Истомы. Тереза пишет, душу зовет возлюбленный, то есть Христос, таким пронзителем свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу, так, что она изнемогает от желания. Перед самой смертью она восклицает, «О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу!» Вильям Джеймс, ну, известный вам психолог, оценивает оценивает, оценивает оценивая ее мистический опыт так, ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Точно! Терезавильская, не только святая, а вот теперь уже в наше время Павел VI Папа возводит ее в достоинство учителя церкви. Вы понимаете, перед чем мы стоим? Это 16 век, это то, о чем мы с вами как раз говорим, эпоху вот этого средневековья и возрождения, в 16 век. Вы понимаете, перед чем мы с вами стоим? Что появилось тогда? И каково отношение к этому тогдашнему современной католической церкви? То же самое, то же самое мы видим у Катарины Сиенской, которая жила немножко раньше. Это вообще часами ходит с Иисусом Христом. Он ей объясняется и толкует ей. Вынимает у нее сердце, дает ей другое сердце, обнимает ее, прижимает ее к себе и так далее. Она также возводится этим Павлом VI достоинства учителя церкви. Друзья мои, вы теперь... Я к чему это говорю? Вот хотелось бы, но нет уже времени о Терезе маленькой еще сказать. Самый последний. Ну, ладно. К чему я это говорю, друзья мои? Вы видите, что произошло на Западе? Вот что самое главное. Схоластика, да, серьезно. Вот что главное. Суть религии оказалась подмененной, чем любовными флиртами. Молитва есть? А как же! Конечно! Кстати, вам урок. Когда будете говорить проповеди, не говорите, братья и сестры, мы должны молиться, молиться Богу. Молиться? Вы что за икс сказали? Вы какой икс назвали? Объясните, пожалуйста. А то молиться. Вот! Великие молитвенники, если хотите, непрестанно молились. О, Бог мой, супруг мой! И до каких диких вещей дошли. Вот что произошло в этот период с западной, с западной религиозной жизнью. Произошел тяжелейший и катастрофический перелом. Причем перелом уже неизлечимый. Вы слышите? Об этом свидетельствует нам современная жизнь. Иоанн Павел II возвел вообще в ранг великой святой Терезу Маленькую, которую я не успел вам зачитать, что она пишет. Я буду любовью в сердце Матери Церкви. Я поняла, что я буду великой, только я думал, что было великое на земле. Оказывается, я буду великой, святой, незримой. Вся дышит чем? Все тем же. Гордыней и сладострастием. И это именуется святостью. Повторяю, к чему я это говорю. Мы сейчас с вами находимся перед испытанием вот этим страшнейшим искушением. Границ нет. Запад весь суда льется. И мы стоим. Вот вам уже примеры. Харлампия, Порфирия и множество других, которых у нас на Руси полно уже теперь, которые не... Бог знает, что делает. так что, видите, изучение истории апологетики, как важно, потому что, оказывается, они имеют прямое отношение к нашей современности, да, и нужно знать эти явления, знать причины их появления и назвать своими именами, чтобы не оказаться нам в той же беде, в какой оказались люди, прежде нас жившие. Субтитры создавал DimaTorzok